Привет, друзья! Зелёный шеф на связи. Обычно я рассказываю, как выращивать микрозелень, что для этого нужно. А теперь я расскажу про то, как не надо выращивать микрозелень, как совершают ошибки, и люди, допуская ошибку какую-то, не понимают, что они делают не так, видят, что у них плесень, какие-то проблемы, и бросают это очень обалденное, полезное для мира и здоровья дело. Микрозелень выращивать на самом деле легко, но бывает какая-то маленькая ошибка, она как огромный камень перед человеком, и он его не может перепрыгнуть чисто из-за того, что у него нет подходящих знаний в выращивании микрозелени. Я сейчас расскажу вам про основные ошибки. Вы подумайте, может, одна из этих ошибок конкретно была когда-то у вас, и поэтому вы опустили руки, или сейчас она вас преследует, ошибка, а вы этого так и не подозреваете. Так что погнали, ребята, по полочкам. Топ-10 подводных камней выращивания микрозелени. Погнали! Первый момент, самый главный. Все начинается с семени, ребята. Семя – это самое главное. Надо найти хорошие семена. Часто люди покупают семена плохого качества, и все думают, у меня не растет, я все делаю, как рассказывает зеленый шеф, а у меня почему-то не растет. Ребята, попробуйте несколько видов семян, не останавливайтесь на одном виде. Часто один вид семян, вы все делаете правильно, а семена не растут. Надо брать у проверенных поставщиков, или просто возьмите там одного горошка, или горчицы, несколько видов. Попробуйте с горчицей, которая просто как специя продается в магазине. Вот она горчица, ребята. Обалденно! Я купил как специю здесь, в Мексике. Обалденно! Растет и радует. Второй момент. Вы создали неподходящий микроклимат. То есть должна быть подходящая влажность, должна быть подходящая плюс-минус температура, должен быть обдув растений, как вот сейчас вот ветерок легенький дует, и шевелятся растения, и воздух проходит между ними. Растения нужно дыхание. У них нет легких у нас, как активных. Надо, чтобы отработанный воздух с них сдувался, и чистый воздух к ним приходил. Понимаете? У них идет обмен с окружающей средой. Вот. Обдув и вентиляция в помещении. Когда у вас в помещении, ребята, много растений, и все окна закупорены, закрыты, тоже будут проблемы с микрозеленью, там, с плесенью, с грибками. Это как люди перешли, помню, когда-то на пластиковые окна, и у людей, у которых было много растений дома, стояли деревянные окна, где из всех щелей продувался воздух, и был обмен воздуха в квартире. Поставили пластиковые, запечатали квартиру, как говорится, и растения начали погибать. И мне знакомая говорит, Ваня, что такое? Я говорю, а что изменилось? Ну, я окна пластиковые поставил. Ну, все, вот, вентиляция исчезла. Теперь надо открывать окно. Раньше оно и не открытое сквозило, вы поняли меня. Третье, ребята, полив. Часто переливают или слишком заморачиваются с водой, ребята, обычная вода из-под крана нам подходит. Но желательно, чтобы в ней не было хлорки, чтобы она не была ледяная, и совпадал PH и количество солей. Ну, в нашей воде, в СНГ, обычно всегда с водой хорошо. Разве что у вас скважина, и в ней действительно много солей, так-то из-под крана вода хорошая, ее можно отстоять. Не надо применять какую-то суперводу, суперводу, там, обогащенную ионами, озонированную серебром. Ребята, простая вода растениям подходит. Удобрение. Номер 4 ошибка. Удобрение. Многие начинают загоняться с удобрениями, куча удобрений, баночек, там, все это меряют постоянно. Микрозелени вообще не нужны удобрения. Вот микрозелень, выращенная просто на кокосе и на мохе сфагнум. Кстати, есть у меня видео на канале про мох сфагнум. Новая тенденция. И ничего я не добавлял вообще. Не нужны микрозелени удобрения. Иногда, конечно, надо удобрения, когда там определенные сорта. И вы можете пользоваться биологическими удобрениями. Вот в БТУ-центре, живая земля, там обалденные удобрения есть для микрозелени и обалденные биопрепараты. То есть часто не пользуются биологической защитой. И думают, блин, у меня почему-то все так плохо. Потому что биологическая защита, она нивелирует ваши ошибки. Ошибки микроклимата, ошибки обдува, ошибки плохого качества семян. Это биологические защитники, которые борются с плесенью. И они работают как профилактика. То есть их не надо пшикать в момент, когда уже у вас все плесень не сработает. Их надо заранее обрабатывать на стадии семян, обрабатывать на стадии открытия на свет. Вы поняли, биологические препараты желательно применять. И именно биологические, не химические, и те, которые 2-3 недели нельзя после них кушать. А микрозелень у нас растет быстро, а неделю нам химия не подходит. Нам только биология подходит. Пятая ошибка – свет, ребята. Вовсе не надо покупать какой-то супердорогой свет, там суперфитолампы, там отражатели, там все. Не надо. Микрозелень тем и хороша, что она проста. Ей не надо суперудобрения. Ей не надо суперсвет. Подходит обычный холодный офисный свет, вы поняли. Белый. Все, этого для микрозелени хватает. Главное – выдержать правильное расстояние. Не надо делать высоко лампу, от многих ошибка. Потому что каждые 5 сантиметров от диодного света теряется количество света в 2 раза, ребята. В 2 раза каждые 5 сантиметров. Вы поняли? Вот настолько теряется свет от ламп сильно, поэтому надо лампу близко. Желательно, чтобы расстояние между полками, где растет микрозелень, было 30 сантиметров. То есть лампа, микрозелень и 30 сантиметров – все это расстояние. То есть до самой микрозелени не больше, ребята, 15-20 сантиметров свет от лампы. Дешевые лампы по 2 доллара. И понеслась. Не надо покупать сразу лампу за 200 долларов. Не вкладывайте такие деньги. Микрозелень и простой свет вполне подходит. Шестой момент. Используйте, ребята, естественный свет. Очень хорошо поставить вот так микрозелень на балконе или на улице. И этого света часто хватает. Можно сзади поставить отражатель из белого листа бумаги даже. Или использовать можно фольгу такую жмаканую, потому что ровная фольга плохо. Белый лист бумаги или белая какая-то ткань отражает отлично свет. И у вас увеличивается в 2 раза. То есть свет с окна отразился и назад пошел. Ну, уличный солнечный свет, он самый лучший. Самый лучший развивается растение. В нем полный спектр. Ну, природный свет. Ни одна лампа, ребята, пока что не обогнала солнечный свет. Солнечный свет это топчик. Поэтому используйте его. У каждого есть окно, балкончик. Полочки можно сделать и радоваться. И даже досветку не надо делать. Разве что, кто живет на севере, действительно, когда там 4-5 часов света, у вас придется делать досветку. Но все равно даже эти 4-5 часов света порадуют растения тем, что они получают естественное освещение. Седьмая ошибка, ребята. Многие покупают дорогие установки для выращивания. Дорогие проращиватели, чтобы получать вот такие ростки. Какие-то за 100 долларов баночка, там, специальной крышечкой. Это все специальные подставочки. Там, 200 долларов. 100. Зачем, ребята? Обычную крышку наделали в ней шилом дырок. Обычная банка. Что-то подложили под нее, чтобы она под наклоном стояла. Вся вода стекла прополоскали. То есть я ростки делаю вообще. Я взял вот такой пластиковый контейнер, только больше. Наделал в нем дырок. Все. Открыл, залил, слил. Ну, то есть, ну, очень просто, ребята. Не надо какие-то вложения. Так же самое не надо начинать суперустановок каких-то для выращивания. Там суперполивы. Наоборот, на старте дома лучше самому пополивать. Это намного приятнее с семьей. Вы как кормите котика своего или собачку выгуливаете. Это приятное дело. А эти автополивы, они, во-первых, стоят кучу денег. Во-вторых, их надо обслуживать. Вы больше будете геморроиться на всякие крутилки, там, выставления таймеров, чем на само выращивание зелени. Вы будете уделять время не выращиванию зелени, а борьбе с вашей суперчудо-установкой. Не надо на старте это. Просто вот по-простому выращивать этот общий. Восьмая ошибка. Не вовремя сбор урожая. Не надо ждать, пока микрозелень превратится в редиску, ребята. Там еще начинают листы появляться. Они горчат. Вот это многих ошибка, что появляются следующие листы настоящие, а они слегка горькие. Люди пробуют. Да не, она какая-то горькая. Я такое не буду есть. Детям дали дети тоже горько. Вы просто ее перерастили. Надо знать, ребята, когда вовремя срезать микрозелень. Это очень важно. Ошибка номер девять. Неправильное хранение микрозелени. Храните в холодильнике в открытом виде. Она обветривается. Неправильно объясняете вашим клиентам или вашим родственникам, кому подарили микрозелень, как часто и как правильно ее нужно поливать. Они говорят, ну мы поставили на солнце на окне, там солнце ядреное, или на кухне, где жарко. Почему это у нас вечером завяло, и мы ее выкинули? Объясните, что не ставьте в горячее место, не ставьте на солнце. Если она опускается, поливайте. Десятая ошибка еще, что начинают с покупки каких-то дорогих семян, редких видов микрозелени, где там чуть-чуть стоят миллион денег. Ребята, оно все плюс-минус одно и то же. Вот вы смотрите, капуста. Капуста пак чой, кальраби фиолетовая, капуста там еще какая-то. Капуста, ребята, видов 10 или 12 микрозелени. Да просто нашу белокочанку купили, самую дешевую. То же самое посадили, она у нас выросла. Хотите какие-то яркие краски, купите краснокочанную. Оно все плюс-минус одинаковое похоже. Плюс-минус одни и те же витамины. То есть на старте, ребята, не надо уходить в дебри. Наши люди вообще не знают большинство, что такое микрозелени. Когда вы еще им говорите, вот у меня 5 сортов капусты, это просто шок, ребята. Для людей, какие 5 сортов капусты, я вообще только сегодня узнал, что такое микрозелени. Не надо сразу уходить в дебри. Начинайте с простых, понятных культур. Горошек, подсолнух, горчицы, капусты, редиски. Все, вот с этого начинать. Можете кинзу, люцерну добавить. Просто и понятно. Можете ростки люцерны, смотрите, какие они обалденные, как они вырастают. В общем, ребята, Зеленый Шеф поделился с вами ценной информацией. Если хотите узнать больше, подписывайтесь на мой YouTube канал Зеленый Шеф. И от вас я жду, чтобы вы еще добавили такого интересного. Какую ошибку я не сказал, которую вы уже прошли, и вы хотели бы поделиться с другими. Может быть, я что-то не учел, а у вас эта ошибка была. Скажите, будет интересно узнать мне и всем остальным. Поделитесь с миром своими наблюдениями, своими мыслями. Потому что одна голова хорошо, а две или десять, сто голов еще лучше. В общем, ребята, Зеленый Шеф с вами. Микрозелень, вперед! Субтитры сделал DimaTorzok